Филигранные, искусственно сплетенные кружева представлены в выставочном зале на Покровской. Все они выполнены жительницей села Елаур Сенгелеевского района Ульяновской области Тамары Николаевны Севастьяновой. Она неоднократная участница межрегионального фестиваля чувашского костюма «Нарспи» районного и областного чувашского праздника «Акатуй». Ее работы нашли своих владельцев в Сенгелеи, Ульяновске, Тольятти, Нижнем Новгороде, а также Португалии и Испании. Конечно, показывали кружева и Вологодская, собственно Вологодская из музеев, показывали коллеги наши в разных музеях. Это же выставка персональная, в этом ее специфика, это елаурские кружева. Хотя выполнены они в технике вологодского кружева, елецкого кружева и фриволитет. Но елаурские. На выставке есть две дореволюционные работы конца 19-го, начала 20-го века из фондов музея-заповедника Родина Ленина. Они демонстрируются для сравнения. Но искусство этого узора рукотворного, оно не только у Тамары Николаевны не уступает доверационным образцам, а даже, как наши фондовики отметили, конечно, музейного уровня работы. То есть, конечно, работы изумительные, исключительные. И такое сравнение не только возможно, но оно правомерное и доказательное. Заниматься плетением кружев Тамара Николаевна начала в Ульяновске с 1992-го года. И уже почти три десятка лет с помощью коклюшек и челноков она создает удивительные по красоте вещи. Ну что, я на стройке работала. Там одни мужики. Мне очень не хватало общества женщин. Пришла я, значит, знакомиться. А там кружок. Сперва мы плели фреволите. Это Анна Федоровна Паукова у нас. Она такая замечательная женщина. Очень много она кружков вела и вот научила плести фреволите. А потом мы заинтересовались. И Вологодская она, оказывается, умеет. И научила нас и Вологодскому. Любовь к старинному рукоделию оказалась настолько сильной, что встречи ульяновских кружевниц продолжаются по сей день. Правда, уже без наставника. В формате клуба по интересам. Тамара Николаевна Севастьянова – постоянный участник этих встреч. Как призналась Тамара Николаевна, ее мечта – стать участницей международного конкурса, который проходит в Португалии. Она очень надеется, что в следующем году ее мечта сбудется.